Субтитры создавал DimaTorzok Консультант Садовода Мы продолжаем свое путешествие по Сибири Сегодня мы добрались до Красного Хутора Это Хакасия Очень интересное место Очень благоприятный микроклимат Обстановка, знаете, сейчас одна улица, градусов 30 А не жарко, потому что рядом водохранилище Вода, дышится очень легко и просто Здесь растут абрикосы Вы наверняка уже догадались, куда мы приехали И зачем мы приехали Мы приехали к тому самому Железову Это тот самый садовод-опытник Который своим примером доказывает Что в Сибири можно выращивать И при том успешно выращивать Не только абрикосы, но даже персики Представляете, друзья? Валерий Константинович, здравствуйте Здравствуйте Как ваше здоровье? В общем, еще пока могу выращивать Очень хорошо, Валерий Константинович Мы, как всегда, приезжаем к нашим уважаемым спикерам Не с пустыми руками Мы сегодня приехали к вам с профессиональным опрыскивателем Электрическим Это опрыскиватель от компании Успех Который наверняка пригодится вашему саду Здесь просто-напросто шикарный набор Опрыскиватель на 12 литров Больше никаких не нужно движений Вращательных, накачивающих руками В комплекте зарядка Штанга Штанга удлиняющая Ну и, конечно, это ранцевый опрыскиватель Который одеваешь И идешь, обрабатываешь весь участок Классная вещь, которая наверняка пригодится В вашем саду Вы хотели нас удивить урожаем И поразить рекордом Но сейчас мы к рекорду подойдем Как вообще нынче урожай? Урожай хороший Урожай небольшой, а очень большой Нужно сказать, что сегодня 30 июля Часть урожая уже снята Сливы подходят Яблони, груши подходят Персики подходят И примерно половина абрикосов Вот они Вот эти здесь уже процентов 90 сняты А здесь был такой урожай, что За абрикосами не было видно дерева И таких у меня около сотни Когда были мы в прошлый раз Было примерно то же самое По наличию деревьев То есть, как они были В каком количестве Так, по-моему, остались Новые появились вообще, нет? Появились Здесь еще прикуплены было два участка Вот И были посажены Ну, есть немного, до 10 свежих сортов То есть, со стороны Вот А еще есть мои клоны Это значит, что Вроде бы все Абрикос мичуринский 30 грамм Когда вы были у меня Уже был 50 грамм Сейчас он дошел до 100 грамм Вот Особая технология То есть, постепенно идет работа Получается так Что каждое следующее поколение Несмотря на прививки На манжурские абрикосы Все лучше и лучше Все лучше и лучше Мы подходим к рекорду Да, собственно Мы сейчас на конкретном примере Я покажу За рекордом вы и звали Однажды, 22 года назад Я был последний раз на Украине Оттуда я взял Привез черенок Это жердель Привитая на манжурские абрикосы Они так пришли друг к другу Идеальная совместимость С первого Это редко бывает И вот получается Вот этот пример Перенос Южанина на север И абсолютная удача Олег Константинович Почему Абрикосы Нужно Собирать С земли А не с дерева рвать Так Во-первых С дерева Тоже можно Рвать нужно У нас как Вкусные Это будут Косточки На продажу И на выращивание По всей России Итак Предполагаем Что здесь будет Не менее 20 ведер Здесь Посмотрите вверх И увидите Что здесь будет Не менее 50 ведер Даже не менее 50 Смотрите что делается Такое впечатление Что еще и не собирается Нагрузка плодами Да Действительно великолепная Олег Константинович Еще один вопрос Который меня очень волнует Который мы уже освещали Тем не менее еще раз Хочу услышать Стоит ли Каждый год Сажать Новые саженцы Есть мнение Что Остановка В высадке Саженцев У себя в саду Это равносильно Шагу назад Нужна ли ротация Постоянная В саду Или это Пустая трата денег Значит Все зависит от того Кто вы в душе Если селекционер У вас будет Постоянная ротация А если мы не селекционеры Если мы простые судоводы Которые хотим Получать урожай И детям оставить Допустим Вас настоящие Пописались из настоящего питомника Вы посадили И 20 лет 20 Ну если Так В Европе Это лет 30-40 Можете не подходить Пользоваться плодами Ну в Сибири Жизнь короче Деревья жестче Тут лет 20-25 Уже Ничего можно не делать В принципе Ну а как же детям Внукам оставлять Ну дело в том Что Всему есть предел Всему есть начало И всему есть конец Вот Чтобы детям Внукам Допустим Прошло Лет 10 Вот На втором десятке Плоды Немного начинают мельчать Так Можно с этим смириться Сухи, компоты, варенье Будут Но Можно подсадить что-то Другое дело Что у нас Проблема с площадями И получается Так Ах у меня Четыре сотки Ну рад бы Свежанинку посадить Новый сорт Еще более лучше Садить некуда Тогда что Брать топор Вырубать 10-15 летнее дерево Рука не поднимется Ну так все-таки Какова Периодичность Ротации Сортов Периодичность Ротации Дерев В саду Надо садить так Допустим Место 4 на 4 2 на 2 на 2 Это получается Несколько раз больше Так Вот И дать им возможность Расти Чтобы со временем Оказалось Этот обманули Этот сад Геопатогенную зону Просто умер Этот значит Оказался Плохая биологическая совместимость Три года развивался А потом просто сделал Сажаем больше Чем может Вынести участок Да Да В конечном счете Вот как здесь Получите сад Я вам показывал Вот дерево 25 лет Тому дереву 30 лет Ну и рядом Малышке Которому По 3-4 года Если место есть То рядом Малышке Которому 3-4 года Олег Константинович Что бы вы хотели Пожелать садоводам Сибири Чтобы у них Все действительно Росло и процветало В Сибири есть Сибирь жестоко Значит Первое Я бы пожелал Им Поучиться И Находить И определять Геопатогенную зону Исключить Это уже надо Рамками Это ладно Сложно То там Это тыка Садить побольше Значит Места искать Под названием Микроклимат Напоминаю Что это Городская черта Городов Мелионников Одно Ну как раньше Назвали Одноэтажные окраины Сейчас они уже Многоэтажные Ну потому что Там теплее Элементарное Это южные склоны Холмов гор Как у нас Вон Благодать Чаревушки Майна Два И наконец Это Их тоже Очень много У нас много Гидроэлектростанций И Через них От них текут Ближе Ближе к воде И тогда Получается На горе Можно иметь Такой сад Красноярский Красноярский ГЭС Я там Специально Ездил Изучал И получается Там можно иметь Не тысячи садов Что такое Тысячи садов Десятки Сотни тысяч садов Вдоль Незамерзающего Несея То есть Получается Друзья Все таки Нам Олег Статинович Еще раз Перефразирую Нам нужно Четко И со знанием Дева Подходить К своему саду Если мы Покупаем Допустим Новую дачу Если мы Начинаем В ней Обустраивать Свой быт То мы должны Четко понимать Что это место Будет плодоносным Друзья Конкретно Будет Большая серия Сюжетов С участием Олега Константиновича Где мы Покажем Расскажем И о тепловых Завесах И о посадке На холмик И о том Как правильно Выбрать саженцы Обязательно смотрите Серию передач В очень скором Времени Вы все это увидите Ну и конечно же Друзья Очень важно Вовремя приобрести Посадочный материал Того что мы будем Сажать Совсем скоро Чеснок Озимый Уже Начинает поступать Лук Озимый Совсем скоро Будет Тюрпаны Нарциссы Скоро будут Конечно же Красноярске Это Затонская 46G Интернет Магазин Семеномного Точка Ру Также спрашивайте Это у наших Партнеров Ну и конечно же Друзья Если у вас После просмотра Оставятся вопросы Адресуйте их В наши соцсети Соцсети Консультант Садовода А на том Прощаюсь С вами дорогие друзья До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»